МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главная тема выпуска. Крышу снесло. На юге республики ураганный ветер оставил людей без света и кровли. От интересов женщин до проблем сельхозпроизводителей Михаил Игнатьев встретился с паричанами и шумерлинцами. Ни дня без книжки. Звание самый читающий школьник досталось юной жительнице Канашского района. Ливень с ураганным ветром и градом накрыл вчера южные районы Чувашии. Пострадавших нет, но стихия частично разрушила частные дома и школу в Батревском районе. Еще вчера школьники Татарской Сугутской школы Батревского района и подумать не могли, что их новая школа может так пострадать. Ураганные дожди с сильным ветром здесь не редкость. Но такого не ожидал никто. За считанные минуты от крыши школы не осталось и половины кровли. Уроки уже завершились, но в школе находилась подготовительная группа детского сада. Сначала был просто сильный ветер, потом пошел градины. Даже очень крупные были, диаметром где-то 3-4 сантиметра. А потом они чуть помельче стали. И потом после этого пошел сильный шквалистый ветер. Сегодня пришли к решению, что средние классы и старшие классы будут обучаться в Сугутской школе. Два рейса будет делать Сугутский школьный автобус, а начальные классы будут обучаться в Алманчиковской школе. Всего в деревне пострадало 30 хозяйств. 70% из них были застрахованы. А вот дом семьи Валиевых нет. Пострадали практически все постройки. Сам хозяин был на улице. Говорит, к счастью, никто из родственников не пострадал. Сейчас соседи и родственники помогают семье Валиевых восстанавливать все хозяйственные постройки. Ураган вышел, град шел, на улицу выше, потом крышу от бани поднял, и тут провода обрывал и сюда бросил под машину. И потом зашли сюда, и это везде крышу от сараев, здесь лежит все. И от дома все разбито, гараж все поменяли, от бани здесь стена упала. Глава поселения Нагим Хосянов рассказывает, что со вчерашнего вечера уже многое удалось восстановить. Некоторые дома серьезно пострадали. Скорее бы восстановить частные дома и восстановить. Главное у нас сейчас проблема номер один – школа, крыша школы. Аварийно-спасательные работы идут, все решается, подрядчики уже найдены. В Чувашии от штормового ветра с ливневым дождем и градом пострадали дома и хозяйства Батыревского, Яльчикского и Шмушинского районов. Силы МЧС республики оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и начали устранять последствия урагана. На сегодняшний день по поручению руководства республики выехали соответствующие службы на территорию этих районов, провели ревизию, экспертизу. По состоянию на 8 сентября уже начаты соответствующие аварийно-восстановительные работы. Мало того, во всех частных домах при помощи родственников, односельчан, соседей уже практически завершаются восстановительные работы. А на школе Старосугутской работают две бригады. Кроме того, подключен весь персонал школы. Последний раз такая чрезвычайная ситуация была в 2012 году в Марпасадском районе. Сегодня в Батырево работают страховые компании. Мы сегодня туда выехали прямо с утра в 7 часов, где этот ущерб большой у нас в Татсугутах. Мы уже там акты все написали, фотографировали. Уже завтра у нас уже к выплате страховые возмещения уже хотим выплачивать в течение трех дней. Как говорят специалисты, ливневый дождь с ураганным ветром спровоцировала аномально жаркая погода в сентябре. Анастасия Алангина, Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Совещание по ликвидации последствий урагана сегодня провел временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Михаил Игнатьев поручил завершить восстановительные работы в самое ближайшее время. Информация о ликвидации последствий мощного циклона в правительство республики поступает каждый час. Восстановительные работы сейчас находятся под контролем временно исполняющего обязанности главы региона. Накануне пострадавшие районы направили десятки аваритных бригад. Мы беде людей никогда не оставляли и не будем оставлять. Самое главное, нам надо сейчас комиссионно обследовать все эти учреждения социальной сферы, потому что есть пострадавшие здания и сооружения социальной сферы, учреждения культуры. Больше всего из-за урагана пострадала школа в селе Татарские Сугуты. По расчетам ее ремонт завершится через две недели. Но учебный процесс решено не прерывать. На время детей перевели в другие школы. Слава Богу, никто не пострадал. Ни население, ни школьники. Занятия сегодня отменили, а с завтрашнего дня они будут продолжены в соседних школах. Ближайшая школа Сугутская находится в 6 километрах. Проектная мощность 250. Сегодня в этой школе обучается 208 детей. Здесь объем небольшой, но есть возможность где-то после 10 все равно часть детей подвозить. Или один-два класса во второй смену. Или после 10 подвозить. Тем более у этой школы есть школьный автобус. Альманчиковская школа находится в 4 километрах. Это проектная мощность 280. 120 детей. Здесь уже резерв большой. Школьный автобус тоже есть. Тоже сегодня отрабатываем варианты, куда никого возить. В ближайшее время предстоит выяснить, соблюдались ли при возведении здания школы строительные нормы. Эту работу Михаил Игнатьев поручил профильным министрам. Проверим все-таки по стропильной части, по техническим характеристикам, которые должны были быть выполнены. Эту работу проведем полностью и свои рекомендации тоже для скорейшего восстановления также дадим. Если какие-то нарушения есть, то заключение комиссии, которые там участвуют, и проектанты, и сами строители открыто, четко должны признать. А все это кто? Они же гарантию на нем давали средней организации, да? В 2013 году, да? В 2013 году. Финансовую поддержку окажут всем пострадавшим, семьям, которые не успели оформить страховку на свой дом. Средства выделят из бюджета региона. Медриковалев и Александр Петров. Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил два производства в Чебоксарском районе. Завод высоковольтной аппаратуры и электромеханический завод. Производство комплектных трансформаторных подстанций, блочно-модульных зданий и распределительных устройств. Все это производственные участки Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. На сегодняшний день завод планирует выпустить продукции на уровень 1 миллиарда рублей. И, соответственно, ближайшие планы, которые мы осваиваем, это строительство дополнительных производственных площадей и выход на объемы порядка полутора миллиардов. Это планы в течение буквально ближайших пяти лет. Руководитель региона также посетил Чебоксарский электромеханический завод, где осмотрел лазерный участок цех порошковой конвейерной покраски и участок заготовки металла. Оба предприятия развиваются и динамики хорошо, несмотря на кризисные явления. В данном случае динамика в Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры составляет 30%. Мы говорим, посвящая отдельные предприятия о том, что вот здесь падение, покупательский спрос упал и так далее. Почему у них динамика хорошая и на электромеханическом заводе почти два раза? Потому что они уже были готовы к производству конкурентоспособных товаров, комплектных трансформаторных устройств, модельных блоков. Михаил Игнацин встретился с трудовыми коллективами заводов. Работников предприятий волновали вопросы, касающиеся строительства детских садов, дорог, освещения улиц, запуск полигона ТБО в Новочебоксарске, а также реализация программы «Жилье для российской семьи». Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. На этой неделе хозяйство Республики планирует завершить уборочные работы. Как обстоят дела на полях Алатарского района в нашем следующем репортаже. На полях филиала НДН «Агро» идет сев о зимой пшеницы. Параллельно работают 8 зерноуборочных комбайнов. Уже успели убрать рожь, яровую пшеницу. Радует урожайность пшеницы – 25 сантиметров с гектара, рассказывает директор филиала Геннадий Костин. Ждут в своей очереди рапс и подсолнечник. Покупателей больше, особенно на масличные культуры. Сейчас большой спрос на рапс, на подсолнечник. Цена где-то на рапс в половину увеличилась, а подсолнечник пока на уровне прошлого года весны. То есть осенью в том году подсолнечник был порядка 15 рублей, сейчас уже 22,50 дают за килограмм. В этом году в хозяйстве площадь посевных увеличилась на 17%. В следующем году планируют ввести в оборот дополнительно 1000 гектаров. Михаил Игнатьев обсудил с аграриями вопросы субсидирования сельскохозяйственных кредитов, повышения цен на сушку зерна и производимую продукцию. В Республиканском противотуберкулезном санатории Чуварлейский бор Михаил Игнатьев осмотрел условия, в которых проживают дети, получающие комплексное лечение. Ежегодно здесь лечится около 400 детей, в том числе по системе «Мать-дитя». Дети находятся в основном из тубконтакта, из тубочеков. Питание в санатории шестиразовое, высокобелковое. То есть мы обязательно даем мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, овощи. Кроме того, на фоне этого высокобелкового питания проводится химиопрофилактика препаратами, которыми лечится туберкулез. Санаторий работает с 2008 года. Сейчас в Республике в потребность в противотуберкулезном лечении детей полностью удовлетворена. Положительный эффект достигается благодаря комплексной специфической терапии, длительному пребыванию на свежем воздухе, усиленному питанию, активному двигательному режиму. Михаил Игнатьев отметил, что в санатории можно обустроить дополнительные спортивные площадки, чтобы дети могли заниматься физкультурой в свободное время. Татьяна Молокова, Республика. Роль общественных организаций в современном обществе значительна. Они не только являются проводниками государственной политики, но и обеспечивают органам власти обратную связь с народом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в работе конференции Совета женщин Порецкого района и встретился с активом Шумерлинского района. Порецкий районный Совет женщин действует более полувека. Основными своими задачами считает поддержку и защиту малоимущих, молодых и многодетных семей, материнства и детства, сохранения духовно-нравственных ценностей. Представительницы женсовета участвуют в организации проведения акции «Соберем ребенка в школу», «Подари ребенку игрушку». Активно работают с клубом «Молодая семья», реализуют грантовый проект «Мы за трезвые семейные традиции». Женщины Порецкого района поблагодарили Михаила Игнатьева за указ о снижении трудового стажа для получения звания ветеран труда. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рассказал, что 2016 год в республике объявлен годом человека труда, чтобы, с одной стороны, напомнить обществу, ничего в этой жизни невозможно добиться без труда, с другой – поощрить и наградить достойных. К сожалению, у тех, кто честно работал всю жизнь, бывают и проблемы. Об этом зашла речь на встрече с работниками рыбхоза. Николай Холоднов, как руководитель, выступил поручителем по кредиту в 30 миллионов рублей для СХПК имени Ленина в 2007 году. А спустя три года вышел на пенсию, передав бразды правления новому руководству. Ситуация критическая в хозяйстве. Они не платят кредит, проценты. И банк, Росферихозбанк обратился в суд о взыскании долгов заемщика и как мы являемся поручителями из нас. Наложили арест на имущество СПК и наложили арест на мое имущество и на имущество главного булгартера. Случай не единичный и довольно сложный. Решать его надо на всех уровнях, отметил Михаил Игнатьев и пообещал подключиться к проблеме. Вопрос на контроль взял и сенатор Совета Федерации Вадим Николаев. Что касается самого рыбхоза Кириан, особых проблем у предприятия нет. Кроме производства товарной рыбы, здесь занимаются разведением племенных карпов, чувашского чешуйчатого и онижского зеркального. Площадь прудов свыше 300 гектаров. Маточное поголовье более тысячи голов. Вопросы социального развития села обсудили и на встрече с жителями Шумерлинского района. Да есть вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве, есть вопросы благоустройства населенных пунктов, есть вопросы, где-то там в какой-то деревне нет освещения, имеется в виду уличного освещения. Но это вопросы и местного значения, но мы в стороне не стояли и не будем стоять. И будем выделять средства на благоустройство населенных пунктов, на разные другие мероприятия, которые предусмотрены в приоритетном порядке в ваших утвержденных программах. На уровне сельского поселения, это на уровне сельского поселения, на уровне района, на уровне района. Михаил Игнатьев отметил, будет продолжена и программа строительства ФАПов. К стане давно построенным добавится еще 50. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Итоги первого полугодия сегодня подвели банкиры Республики. О планах и перспективах этой сферы говорили на очередном заседании Совета банков. Доверие жителей Республики к банкам повысилось, отметил Михаил Игнатьев. В Чувашии с начала этого года общая сумма вкладов увеличилась на 10 миллиардов рублей. Активнее оформлять кредиты стал и малый бизнес. В условиях дефицита собственных средств банковский капитал помогает реализовать инвестиционные проекты. В Республике на эти цели было привлечено более 200 миллиардов рублей. Реализовано 150 социально значимых проектов. 8 сентября – профессиональный праздник российских финансистов. Он затрагивает всех специалистов сферы – руководителей, сотрудников, студентов, преподавателей и ученых. Но в большей мере это праздник людей, для кого финансы – предмет труда. На их плечах лежит огромная ответственность за устойчивое социально-экономическое развитие региона. В эти минуты во Дворце культуры Чувашского госуниверситета проходит торжественное мероприятие. Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики аннулировала регистрацию кандидата на должность главы Чувашии Валерия Сапожникова. Напомню, заявление о снятии своей кандидатуры с выборов он сделал в пятницу на встрече с активом Чувашского регионального отделения партии пенсионеров России и Чувашского регионального отделения Союза пенсионеров России. Участники встречи приняли обращение к избирателям о всеобщей поддержке на выборах главы Республики кандидата на эту должность Михаила Игнатьева. К другим новостям. В Москве завершился форум Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения. В нем участвовали врачи, преподаватели профильных вузов, представители системы мест страхования, фармпроизводители, гражданские активисты. В том числе и из Чувашии. Впечатления участников форума из нашей республики в нашем следующем материале. Форум за качественную и доступную медицину проходил с 6 по 7 сентября. В минувший понедельник обсуждению проблем здравоохранения подключился и президент страны. Конечно же проблем еще очень много, достаточно их больше, чем решенных вопросов. Здесь и наверняка эти вопросы пойдут сразу, эти темы, значит, соотношение платной и бесплатной медицины, качество медицины, фармацевтика, подготовка врачей, ну и так далее, и так далее. Конечно, вот, ну любая из этих тем, какую ни затронь, каждая является, как говорят фармацевтики, жизненно важной или абсолютно необходимой темой для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Владимир Путин отметил, для реализации идеи и замечаний, которые возникли в ходе работы УНФ в этом направлении, примут самые серьезные меры. Делегация Чувашской республики скоро вернется из Москвы. А пока о первых итогах форума они рассказали нашей телекомпании по телефону. Я была на площадке, где обсуждалась доступность и качество медицинской помощи. Хочу сказать, что все эти проблемы, которые были обсуждены, волнуют и нас тоже. При обсуждении этих всех проблем, когда они были вынесены Владимиру Владимировичу Путину, мы услышали, что эти все проблемы будут решаться. В том числе и по финансированию здравоохранения будет сохраняться 3,6 ВВФ. Дальше решение кадровых проблем. Мы услышали мнение наших профсоюзов по среднезаработной плате, также мнение о том, как должна финансироваться скорая помощь. Самое основное, что я услышала и удовлетворена, что сельскому здравоохранению должен быть приоритет. И даже было предложено, что в программе госгорантия сельское здравоохранение должно быть разделено в отдельную рубрику. Участники отметили, что за время работы форума было высказано огромное количество мнений, идей и предложений. Теперь их важно проанализировать и систематизировать. Возможно, многие из них приобретут форму законопроектов. Как повысить качество и прозрачность работы социально ориентированных некоммерческих организаций? Об этом сегодня говорили за круглым столом в торгово-промышленной палате. Федерации разных видов спорта, союзы художников, театральных деятелей, композиторов, ассоциации стоматологов, молодых предпринимателей, студенческие объединения. Иными словами, некоммерческие организации, сокращенно НКО. С 2011 по 2014 годы в Чувашии на их поддержку из бюджетов разных уровней выделено порядка 43 миллионов рублей. В 2013 году мы получили субсидию под свой проект с компьютером на «ты», в котором мы поставили целями и задачами обучить ветеранов, пенсионеров и войны, и труда, и правоохранительных органов, и вооруженных сил, с категориями которых мы работаем, обучить компьютерной грамотности. Благодаря полученной субсидии мы оснастили один компьютерный класс. Интересных идей много, но получить поддержку на республиканском уровне не так просто. Оформить документы в разы сложнее, чем, к примеру, на президентские гранты. В преддверии новых конкурсов участники «Круглого стола» разобрали, как грамотно оформить заявку, какие социальные направления сейчас в приоритете. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев встретился с дочерью космонавта номер 3 Аленой Терешковой. Она побывала на родине своего отца в селе Шоршало и возложила цветы к его памятнику. В месте с Аленой Терешковой в Чувашию и Звездного городка приехал и руководитель аппарата Центра подготовки космонавтов Виктор Плакеда. Гости отметили, что по дороге в село Шоршало они увидели много ухоженных полей. Дочь космонавта успела познакомиться и с планами модернизации музея космонавтики. Это будет, конечно, удивительное заведение для воспитания нашего будущего поколения. Ни один район, ни один регион нашей страны так не популяризирует своего героя, своего национального героя. Здесь действительно в республике отдается должным образом дань памяти, уважение моему отцу. И на его героическом примере воспитывается уже не одно поколение молодежи. В школах Чувашии проходит месячник безопасности. В рамках акции сотрудники МЧС проводят учебную эвакуацию. Утро учеников кадетской школы номер 14 началось необычно. Вместо привычного звонка раздался сигнал пожарной тревоги. В течение пяти минут все школьники и преподаватели покинули здание школы. Всего около 500 человек выстроились на плацу. После практических занятий сотрудники МЧС напомнили ребятам о правилах поведения при пожаре. После 10 минут пожар тушить подручными средствами уже невозможно. Надо брать, как говорится, документы, вещи, все самое ценное, убегать из помещения. Пожарные учения в школах Чувашии продлятся до 10 сентября. В ведомстве уверены, такие мероприятия не только помогают проверить готовность учебных заведений, но и позволяют в случае возникновения опасности спасти сотни жизней. Звание «Самый читающий школьник» в Чувашии досталось Евгении Михайловой из деревни Кармамея Канажского района. Девочка участвовала во всероссийском конкурсе, организованном «Почта России» в рамках Года литературы и заняла пятое место среди читающих школьников всей страны. Евгения Михайловой всего 8 лет. За учебный год она прочла почти 500 произведений. Любовь к книгам зародилась с тех пор, как девочка научилась читать. Сейчас Женя – постоянный посетитель Центральной детской библиотеки Канаша. Женя ходит практически каждый день, через день заходит к нам в библиотеку, берет где-то по 6, по 7 книг. Почему говорю по 6, по 7? Даже больше бывает, потому что она берет тоненькие книжки. Они же в начальной классе, они толстые книги берут редко, в основном берут тоненькие. А тоненьких книг прочитать можно много. Тем более Женечка, когда пошла в школу, она читать уже умела. Поэтому, я думаю, для нее это была не проблема, прочитать такое количество книг. Она же не рассчитывала, что будет участвовать в конкурсе. Она просто читала для себя. Евгения по-настоящему любит и ценит книги. Рассказывает о том, что узнала нового своим одноклассникам. Учителя отмечают, остальные дети тоже стали больше читать. Кроме того, что она сама очень хорошо посещала библиотеку, она увлекла этим полезным занятием и других детей в классе. И буквально как прям вожак такой водила всех детей. И они за ней шли и брали книги и до сих пор остаются активными читателями детской библиотеки. Как признается Евгения, чтение помогает ей не только хорошо учиться в школе, интересно проводить свободное время, но и воспитывать маленькую племянницу. Она читает ей сказки, поет песни, с которыми познакомилась на страницах детских изданий. Если я делаю, все сразу ей соску засовывают в рот. А мы болтаем, с погремушкой играем. Через книги можно многое узнать. Некоторые книги мне уже помогали в жизни. В этом учебном году юная читательница поставила цель – просчитать еще больше книг. Впереди столько увлекательных историй, невероятных приключений и незабываемых впечатлений. Алена Алтухова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарские ястребы готовятся к сезону. Сегодня столичный баскетбольный клуб проведет первые предсезонные соревнования. Дебютировали ястребы в обновленном составе в турнире на Кубке Богащева президента казанского баскетбольного клуба «Уникс». Проводила команду в их первый официальный тур нынешнего сезона и наша съемочная группа. Этим летом состав чебоксарских ястребов претерпел серьезные изменения. На летних предсезонных сборах в команду пришли новые игроки, которые теперь будут представлять наш баскетбольный клуб в чемпионате России в Суперлиге «Б». Перед крупными стартами необходимо проверить свои силы в менее значимых соревнованиях. Вот и отправились ястребы на турнир в Казань. Я думаю, будут ребята стараться, показать все свое мастерство, потому что уже два месяца только один тренировочный процесс, не было ни одной контрольной игры. Нам перед чемпионатом обязательно надо сыграть какие-то спарринг-игры. Вот это как раз турнир предсезонный. Он покажет, на что команда претендует в этом сезоне. Турнир на Кубок Богачева пройдет с 8 по 10 сентября. В его рамках ребятам предстоит встретиться с командами Суперлиги «Б» Самара и «Уникс» и баскетбольным клубом Высшей Лиги Киров. Ждем мы агрессивную, напряженную игру, настаиваемся на такую игру. Что будет, сейчас неизвестно никому, нужна практика. Посмотрим, после турнира будет все видно. Планы нам необходимо сыграться с игроками, это в первую очередь. Почувствовать игроков и по возможности. Конечно, хочешь занять первое место, но будем стараться за призовые места. Победа в этом турнире не главное. Тренерам важно просмотреть игру ребят в команде, выявить сильное и устранить слабые стороны перед чемпионатом России. Хотя Кубок турнира стал бы приятным бонусом перед началом сезона. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова